Всем привет! В этом видео мы расскажем, как забирали с Икеи товары, купленные в интернет-магазине перед ее закрытием. Покажем ТЦ и наш обед, а также красивый обед нашей съемки. Поехали! Всем привет! Сегодняшнее наше видео мы начинаем с моего педикюра, на который наконец-то спустя 2 месяца смогла записаться, и долговременная укладка бровей. Если кто не видел, покажу, как это делается. Вообще, я понятия не имею, что мы здесь наносим, но какое-то средство, которое под пленочкой держали, потом смывали, протирали, опять чем-то мазали, опять пленочкой накрывали и держали. Ну, в общем, так это все выглядит. Тут точно знаю, нарисовали окантовку бровей и далее потом закрашивали все это дело краской. Краска очень яркая при взаимодействии с воздухом, поэтому кажется, что они дико горичневые, такими они не будут на постоянной основе, естественно, будут побледнее. А потом мне еще воском делали эпиляцию под бровью, под бровями, и удаляли межбровные волоски. А вообще, девушка-бровист, мастер, постоянно мне говорила, «Ой, вот сейчас можно снять, и вот это можно снимать, а почему вы ничего не снимаете?» В общем, я снимала все. А вообще, скажу честно, салон меня покорил, начиная от интерьера и заканчивая, в принципе, отношением человеческим и мастерами, которые просто потрясающе выполняют свою работу. Если кому нужно, могу поделиться адресом. Так, ну что, сходила на бровки, на педикур, скажу честно, в Москве найти салон, где эстетически красивый интерьер, где замечательные мастера, очень вежливые, ко всему внимательно относятся, такое вообще найти тяжело. Мне посоветовала моя нютка по маникюру, подружечка. Вот, и салон, честно скажу, прекрасный. Я в восторге, мастера замечательные. Эти голуби частенько к нам прилетают. Всем привет. Сегодня у нас монтаж еще одного красивого объекта. Катя сейчас в городе. План у нас действий такой. Сейчас я выезжаю в Мегу Белую дачу, она находится, где садовод. Там нужно будет забрать посылки из Икеи. Точнее, не посылки, Икея же закрылась. И они делали распродажу. Мы там кое-что купили, и теперь нужно будет у них просто забрать. Мы там тоже вам это покажем. После нужно будет нам поехать забрать запчасти на машину, потому что наши водители ушли в отпуска. Это тоже другая история. А машину оставили на ремонт. А запчасти никто не заказывал. И тут тоже были кое-какие проблемы у нас. Сейчас я заказал запчасти. Они в наличии, их нету. Их с Питера сегодня привезут. Их нужно будет забрать сегодня. И после мы поедем на монтаж. Ну, как раз я все вам покажу. Дорогу, где мы все забираем. И сам монтаж. Субтитры сделал DimaTorzok Дорогу, где мы все забираем. Субтитры сделал DimaTorzok Дорогу, где мы все забираем. Мы заказали посуду и очень красивое зеркало домой. Мы забрали единственное, что у нас же сегодня съемка и дофига техники в машине и засовывать. Пришлось, как в старые добрые времена, как стремянку мы возили иногда. Это вот таким образом. Если это видно, внизу бокалы. И то они не все в коробке. Некоторые просто сверху лежат. Вот таким образом. Я переживаю, хоть бы они в дороге не побились. Ну, а зеркало только вот так. И мне там согнувшись придется впереди сидеть. Ну, собственно, неприлично. Цена же техника. Ну, там еще кое-как впихнули. И в багажнике. Да, и в багажнике. Не смогла я заказать, мне очень хотелось, бокалы под шампанское, резные. И, короче, я, видимо, упустила этот момент. Я никак не обновляла страницу и каждый раз не могла оформить заказ. В общем, эти бокалы для шампанского просто закончились. Но я знаю одну фишечку, как можно их заказать, к примеру, там из Польши, или из Испании, или из Италии. Вот. И оттуда оформить доставку. Короче, я все равно добьюсь своего. У меня будут эти бокалы. И оттуда оформить доставку. В общем, завершение истории про объект, где монтажник накосячил как-то сверлил лишнюю дырку. В общем, сегодня позвонил клиент, они вернулись в город. В общем-то, увидели своими глазами то, что там все не так страшно, не так все критично, все поправимо. Вот. Он позвонил в районе 10 утра. Мы очень взвешенно, хорошо, спокойно обо всем договорились о сумме компенсации. Потому что там для того, чтобы переклеить обои и заделать в ту дырку, необходимо также отрывать клинтус. Необходимо убирать часть натяжного потолка. Подклеивать обои. А потом опять все это делает клинтуса и потолок. Клинтуса и депол. В общем, не так все просто, но переделать все возможно. Все прекрасно, обо всем договорились. Плюс, учитывая клининг, потому что там ходили в обуви после клининга, но даже их рабочие ходили в обуви, но нам ни слова не сказали. Ну, в общем, не критично. Мы готовы нести ответственность за то, что так получилось. И, собственно, готовы все возместить. Не дайте кушвырить, а все это денег стоит. Вот. Ну, мы за качество и за хорошее человеческое отношение с уважением ко всем относимся. Вот. Что я еще такого не рассказала? А, какая сумма, кстати, вышла? А это можно говорить? Да, почему нет? Ну, в общем, сумма компенсации составила 16 тысяч рублей. Вот. На самом деле не критично, все абсолютно справедливо. Все равно как бы обидно, что вина-то не наша, а вина этих идиотов. Но перед клиентом ответственность несем мы. Поэтому, конечно, мы спокойно за все готовы взять ответственность на себя. Вот. В общем-то, договорились о том, что развес первого этажа будет происходить после пыльных работ с лестницей. Когда им лестницы установят, там все пыльные работы проведут, и можно будет развешивать шторы. Доплату по договору второго этажа они будут вносить уже, ну, сумма остатка по договору с вычетом вот этой суммы компенсации. В общем, в принципе, все очень хорошо, спокойно решилось, все замечательно. Они увидели, что все не так страшно, и спокойно обо всем можно было договориться. Вот. Едем вот таким образом с зеркалом икеевским, потому что по-другому его не засунуть. Но это как старые добрые времена. Мы таким образом ездили на монтаже со стремянкой. С стремянку бы также сверху возили, или вот здесь между нами. Ну, в общем, напоминает старые наши добрые монтажные времена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Впереди еще насыщенные дни Да, так что подписывайтесь, смотрите, комментируйте Обязательно комментируйте Обязательно пишите темы, на которые хотели бы вы, чтобы мы сняли видео Нам прилетел один комментарий Это, наверное, тоже будет одна из тем для следующих видео О том, как приехать в Москву Как здесь зацепиться Ну, собственно, мы прям разобьем тему Как найти работу, где найти работу Как лучше найти съемное жилье и где Расскажем, где мы Изначально, лет 10 назад Снимали первую комнату В общем, наверное, будет интересное видео ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»